Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить цветочную мастику. Я покажу вам рецепт приготовления цветочной мастики, который я использую для лепки сахарных цветов. Такая цветочная мастика отличается от обычной тем, что ее можно раскатать максимально тонко. И для цветов она подходит очень-очень хорошо. Для рецепта нам понадобится сахарная пудра 500 грамм. Сахарную пудру берите мелкого помола и без примесей крахмала. СМС 10 грамм. СМС можно купить сейчас в интернет-магазинах. Заменить его ничем нельзя. Желатин 10 грамм. Вода 50 миллилитров. Сироп глюкозы 50 грамм. Кокосовый жир 2 чайные ложки. Белок 1 яйца. Ваниль или эссенция для аромата. Здесь у меня 2 чайные ложки растопленного кулинарного жира. Он, как видите, такой светленький. И он без запаха. Если у вас такого нет, вы можете взять кокосовый жир или смалец. На крайний случай можно взять рафинированное растительное масло. Масло нужно брать именно подсолнечное и смотреть, чтобы оно было светлое. Потому что оливковое, оно зеленоватое. Кукурузное, такое имеет оранжевый, как бы я бы сказала, оттенок. Ну и эта цветность, она потом передается. Я буду использовать ванильную эссенцию для аромата. Порошковый ванилин лучше не использовать. Если вы собираетесь готовить на длительное время вот эту мастику, потому что от порошкового ванилина мастика очень быстро темнеет, тускнеет и приобретает такой серый оттенок. Для начала мне необходим ковшик, в котором я потом буду распускать желатин. Высыпаю туда желатин и заливаю его водой. Желатин должен настояться и набухнуть. Вот у меня уже набухший желатин. И теперь я сделаю так. Это мои весы. Та ложечка, которую я буду взвешивать, я их соединила и только теперь я включаю весы. И буду набирать патоку крахмальную, которую можно заменить сиропом глюкозы. У меня получилось 52 грамма. Вот если видно. Но эти 2 грамма отбирать я уже не буду. Здесь у меня только что закипевшая вода. И сюда я помещаю емкость с желатином вместе с патокой. Сюда же я отправляю кулинарный жир. Он уже немножко подстыл, но сейчас в теплой среде он быстро растает. Далее я хорошо размешиваю. Вот ложкой. Чтобы это просто все объединилось. Чуть подогрею и опять помешаю. Все распустилось, объединилось и стало однородным. Теперь сюда я добавляю несколько капель ванильной эссенции. Размешиваю. В этой емкости я буду замешивать. Соответственно сюда я отправляю вот немного, примерно половину сахарной пудры. Добавляю эсэмэс. И вот это я перемешиваю. Почему я так делаю? При замесе пудра может уйти не вся. Это зависит от влажности воздуха и от величины белка. А эсэмэс должен войти весь. Далее туда я выливаю всю смесь. Это желатин, патока, жир. Ну вот, как смогла, так и забрала. И пока я перемешиваю ложечкой, потому что смесь еще теплая, немного помесив, я добавляю яйцо, перемешиваю. И теперь уже добавляю пудру. Опять же не всю. Как я уже говорила, пудра может уйти не вся. Может уйти и 450 грамм, а может и 520. Далее я буду замешивать руками и понемногу добавлять пудру. Замешивать, ну вот просто как тесто. Собираю все крохи со стен. Вот эту пудру, там с рук, все собрать нужно воедино. Когда тесто началось собираться в комок, на этом этапе руки лучше помыть. Далее мастику просто вымешиваю на столе. Вымешиваю как тесто, подсыпая понемножку пудру. Пудру надо подсыпать совсем по чуть-чуть. Как видите, мастика не липнет ни к рукам, ни к столу. Вот наша мастика, она мягкая и не остается на руках. Она такая мягенькая, приятная. Берем чистый кулечек. Вот то, что здесь осталось, это даже не ложка. Мастику мы вкладываем в кулечек и кладем ее в холодильник. Она должна вызреть минимум 4 часа. Обычно я готовлю мастику с вечера. Кладу ее в холодильник. Ночь она лежит в холодильнике. Потом я достаю. Мастика немножко согревается. И я ее разминаю. Ее нужно очень хорошо размять. И тогда уже она готова к работе. Из нее можно делать разную красоту. Из такой мастики можно сделать цветы. Также можно лепить из нее фигурки. Раскатывается эта мастика очень-очень тонко. Например, если вы лепите фигурку и хотите ее одеть, то эта мастика очень для такого хороша. Для цветов она подходит идеально. Ну и для всяких таких мелочей на торт. Эта мастика долго хранится. Две недели в холодильнике и бессрочно в морозилке. В следующем видео я вам покажу, как я делала украшения из такой мастики на торт. Там будет и фигурка, и цветы. Не пропустите! Если вам понравилось и было полезным мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, Удачный рецепт с Еленой! Я желаю всем всего самого наилучшего! До новых встреч! Пока-пока!